13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Я приветствую моего гостя Олега Ткачева, члена общественной палаты Кировской области, члена общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Мы так немножко подсократили. И директора Центра поддержки некоммерческих организаций Кировской области. Олег Ткачев, здравствуйте. Добрый день. Ну, тем у нас много. Я напоминаю слушателям, что вопросы гостю можно задавать на нашем сайте. эхакирова.ру. Через форму анонсов, вопросов мы ждем. Пожалуйста, задавайте. Мы пока к нашим темам обращаемся. Ну, Олег, во-первых, там по итогам длинных таких выходных хотела вас спросить. Были ли вы где-то на мероприятиях городских, которые проводились в День города и День России? Если да, то какое мнение они их составили? Потому что наши ленты, в том числе информационные, они просто заполнены фотографиями и мнениями, кстати говоря. Кому-то понравилось, кому-то не очень. Нет, к сожалению, мне не удалось побывать на празднике жизни. Ну, мне очень грустно, но пришлось работать в выходные. Понятно. Понятно. То есть вы не выбрались? Нет, не выбрался. А по ощущениям там мониторинга какого-то, ленты в социальной сети, прочее, 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 вот есть ощущение понимания того, что люди знают, что они празднуют? У меня не сложилось ощущение, что была атмосфера праздника. Может быть, это из-за погоды? Да, вчера, конечно, подвела она сильно. Подвела. Но иногда забавно бывает, что те люди, которые буквально вчера там постили какие-то записи с резкими словами, по адресам разводивших Советских Союз, вот, а сегодня они друг друга поздравляют с праздником, то есть, по сути говоря, с праздником независимости России от кого? От Советского Союза. От Советского Союза. Вот. Ну, такой диссонанс. Ну, как бы, я все понимаю, то есть, национальный праздник должен быть, и люди воспринимают его просто как праздник, как повод друг друга поздравить лишний раз. Ну, у нас их немного праздников, и так много. Не задумываясь о глубинных причинах, конкретном дне, событиях, которые привели к этому дню, ну, такой диссонанс есть, и вот эта вот раздвоенность сознания, она есть у многих людей. То есть, они, с одной стороны, не поощряют и не приветствуют какие-то такие вещи, а с другой стороны, отмечают праздничные дни, посвященные этим вещам. Понятно. В общем, не очень хорошо люди, видимо, понимают, что происходит, и что они вчера отмечали, даже люди старшего возраста, судя по всему, но те, кто должен помнить, что происходило в 90-м году и в 92-м, когда, собственно, был праздник учрежден. Я думаю, самый настоящий общенациональный праздник, государственный праздник, это Новый год. А как же День Победы? День Победы, да, но это День Победы, посвященный конкретному событию. Новый год – праздник древнее, введен Петром Первым на территории России для празднования. И это безусловный праздник, когда просто все радуются. Ну, мы понимаем, что мы отмечаем. Хотя тоже, наверное, не для всех это в радость, кто-то становится на год старше. Мы прожили еще один год, и слава Богу, мы еще живы. Понятно. В этом пространстве в адрес других членов Общественной наблюдательной комиссии. Но, тем не менее, к теме мы обратиться должны, не можем этого не сделать. Благодаря усилиям наших коллег портала 7х7, вот в интернете уже можно ознакомиться с видеоматериалами, сделанными на заседании Общественной наблюдательной комиссии. В том числе, в первом заседании с момента начала работы комиссии, которое прошло в Умутнинске в прошлую среду, по-моему, да? Я не ошибаюсь? Да. В прошлую среду. На этом заседании были приняты изменения в регламент Общественной наблюдательной комиссии, который… Был принят новый регламент. А, новый регламент был принят. Понятно. Еще веселее. Хорошо был утвержден новый регламент Общественной наблюдательной комиссии, который теперь, я так понимаю, запрещает членам УНК посещать места принудительного содержания без разрешения председателя комиссии Михаила Кузьмина. Ну, там не написано, что прямо вот так вот запрещает. То есть в порядке организации посещений написано, что посещение уведомляет председатель и посещение по согласованию с председателем. Как это происходит? То есть это органы УФСИН уведомляет председатель? Нет. Член комиссии? Да, да. То есть орган государственной власти, непосредственно УФСИН, должен уведомлять председатель или кто-то по его поручению. И в уведомлении, вот в моем регламе такая пикантность, то есть обязательно приписка, что по поручению председателя. Зачем? Не знаю. Хорошо, значит не к вам вопрос. А вы не задавали Михаила Кузьминых вопрос? Зачем? Документ длинный. Прямо там, получив печатные копии мелким шрифтом, было сложно разобраться. Пока я пытался вникнуть, там шли ожесточенные споры по поводу разных и других тем. И там в конце концов все ушло на нет. Регламент приняли не читая, не обсуждая. 15 сначала и потом 16 голосов за из 30 членов ЛНК, насколько я понимаю, да? То есть большая часть присутствовавших на заседании в Абутинске согласилась с принятием нового регламента. Да. Олег, вот я не могу понять. Вы простите, конечно, что я к вам с этими вопросами, но интересно все-таки журналистам, что происходит. То есть принимается новый регламент. Зачем? Уведомлять председателя. Председатель должен уведомлять органы УФСИ, учреждения исправительные наши, о визитах возможных общественников с какими-то контрольными и проверочными целями. Мне, честно, не очень понятно, зачем это надо, потому что ЛНК работало раньше без этого как-то. Это УФСИ настояли? Вы не знаете? То есть, может, вы замучили их проверками своими без предупреждения? Не знаю. То есть у меня нет такой информации, что УФСИ настоял или не УФСИ настоял. У меня впечатление, что председатель так ведет свою работу и пытается, чтобы она была таким образом упорядочена, чтобы все шло через него. А так разве можно в органе общественного контроля? Я, насколько помню, у нас в общественной палате по-другому все устроено. Это спорная норма. И по поводу этой нормы есть много разных мнений, но общее мнение, и в том числе, как бы, мнение Совета по правам человека при президенте, которое было высказано в письменном виде, сформулировано и разослано в территориальные органы УФСИН и председателям общественных наблюдательных комиссий по всем регионам, что никто не вправе ограничивать деятельности, никто не вправе чинить какие-то препятствия, устанавливать режим только с разрешения или что-то в этом роде. Может, председателю просто будет приятно, если ему члены общественной наблюдательной комиссии лишний раз позвонят и скажут, «Здравствуйте, товарищ председатель, я вот и еду посещать такую-то колонию». Может быть, да. Может, ему вообще не хватает. Не знаю. Олег, хорошо, но вот все-таки, если серьезно, есть опасения у членов общественной наблюдательной комиссии, что новый регламент может быть использован как инструмент, в некотором смысле, не давления, а запрета посещения каких-то колоний, где происходят какие-то, может быть, не совсем лицеприятные вещи. Опасений, предположений и всего прочего достаточно много. Как это будет работать на практике, мы посмотрим. Но в любом случае, как бы это ни было, то есть зачем бы это ни было сделано, такая норма введена в документ, мы понимаем, что там в СИН не вправе отказать, если посещение будет организовано инициатором любым членом УНК, в составе не менее двух человек, там люди уведомят территориальный орган в СИН, приедут, и двери не должны быть закрыты. То есть это предусмотрено федеральным законом. То есть вопросы регламента, соблюдения регламента, это внутренняя норма УНК, и в ведомстве ВСИН регламент УНК не является документом, на который должны ссылаться сотрудники ВСИН. То есть госслужба это отдельно, а внутренние дела УНК и внутренняя регламентация деятельности это отдельно. То есть норма неприятная, и там не только эта норма, То есть там много... Что еще? Ну, допустим, там зацикленность этого документа на личности председателя. То есть... В каком это смысле зацикленность? Ну, многие нормы сформулированы таким образом, что, допустим, количество заместителей по усмотрению председателя. А, ну то есть регламент определяет председателя большим количеством полномочий, чем было ранее? Да, да, да. То есть во многих местах там описаны процедуры, то есть только через председателя, а дальше он может делегировать к кому угодно там свои полномочия. Я понимаю, что, как бы, быть может, на месте председателя было бы так удобно, чтобы о каждом действии там его спрашивали, или там он самостоятельно решал, там, сколько ему иметь заместителей, там, сколько не иметь заместителей. И раздавать поручения. Но, тем не менее, там, ВНК это коллегиальный орган, это комиссия. Все, на которые работают бесплатно. Ну, мое глубокое убеждение, что в коллегиальном органе это главное, там, коллегиальное решение. По каждому... Если есть спорные вопросы, то их надо обсуждать. Вот. Если есть какие-то вопросы, требующие, там, там, вмешательства, оперативного, там, управления, реагирования, если есть функционал, который надо кому-то поручить, то надо всем договариваться, кому, как, в каком порядке это поручать. Олег Ткачев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области, член общественной палаты в нашей студии. Сделаем небольшой перерыв и вернемся. Программа «Особое мнение» продолжается. Олег Ткачев в нашей студии, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Ну, вот так коротко я название сформулировала. Продолжаем по последнему заседанию ОМК «Говорить». Принятый регламент, как бы так скажем, заставляет членов общественной наблюдательной комиссии уведомлять председателя общественной наблюдательной комиссии о предстоящих визитах в места заключения. Вот такой у меня вопрос. Насколько, ну, есть опасения, да, что, может быть, там что-то будет происходить, потому что вот нам, например, как журналистам непонятно, зачем принимать документ, который противоречит федеральному закону и, скорее всего, не будет работать. То есть это вот в пику там людям, с которыми не нашлось общего языка в коллегиальном органе общественной наблюдательной комиссии или что? И как вы действовать будете? То есть вы были против принятия этого регламента, насколько я понимаю? Да, я был против принятия этого регламента, но я не принимал участие в голосовании. Я отказался участвовать в этом голосовании в принципе. То есть, потому что самопостановка вопроса по принятию нового регламента, я считаю, что она некорректна по закону. Регламент должен приниматься на первом заседании УНК, и он был принят. В действующий регламент возможно вносить поправки, и я считаю, что каждую поправку в действующий регламент необходимо обсуждать детально, подробно, как мы это делали раньше. То есть мы раньше и сидели до ночи, но мы обсуждали там каждую норму. Там я слышала недовольные, сказали, два часа уже сидим. Ну вот эта видеозапись, которая выложена на портале 7 на 7, да. Два часа это много. Ну это к вопросу того, сколько люди готовы уделять времени и внимания тем документам, которые принимают. Тем документам, которые регламентируют их работу в дальнейшем на протяжении ближайших полутора лет, как я понимаю, да? Что будете делать? Ну то есть вот ситуация. Вы едете, то есть поступают жалобы из колонии, условно говоря. Вы как член общественной наблюдательной комиссии должны эту жалобу проверить, как-то на нее отреагировать. Вы вот лично как будете действовать? Пишем напрямую уведомление в ОФСИН и едем. То есть вы председателя не будете уведомлять? Нет, смотрите, проинформировать председателя о том, что там запланирован выезд, это одно. Другое дело получить разрешение и дождаться, когда председатель направит это уведомление, то есть в органы ОФСИН, это совсем другое. Вот как бы действовать с разрешения, то есть я про себя могу сказать, что вот спрашивать разрешение на посещение я не буду точно. Приписывать в уведомлении, которые буду подавать, допустим, от своего имени, что по поручению председателя, я в этом крайне сомневаюсь, потому что зачем смешать людей писать то, чего не соответствует по поручению председателя. Как есть, так и есть. То есть если появится необходимость, то есть направлю просто как рядовой член ОФСИН в ОФСИН и буду стоять у порога. Так, и если вас впускают, я так думаю, что, ну мы будем надеяться на то, что это произойдет, все в порядке, а если нет? Ну, если нет, то были такие сценарии, были прецеденты по стране, то есть когда с аналогичными нормами в других регионах... В Оренбургской области в частности, да? Да не только. Какие-то примеры приводили сама. В 2016 году у многих такие нормы появились и были попытки там запрещать, но на самом деле там ничего, суд, вот, и суд будет через суд обжаловать, там, не допускать. Так, но человек-то в это время, который пожаловался, он помощи-то не дождался? Ну, бывает и такое. Ну, я надеюсь, что у нас в Кировской области этого не произойдет. Ну, ладно, я буду надеяться все-таки на разуме и благоразумие членов общественной наблюдательной комиссии. Посмотрим, как все будет работать. Я с Олегом откачу в бюро обещания держать нас в курсе, и в случае малейших чинения препятствий каких-то членов ОНК в их работе все-таки нас уведомлять. Нам самим интересно, как это будет работать, и вот больше всего мне нравится то, что с принятием документов в таком виде, вполне как работоспособных, там, нормальных членов ОНК поставили в условии, что или ты делаешь какую-то непонятную приписку, непонятно зачем, и... В нарушении федерального закона. Ну, тут я бы не говорил о том, что в нарушении федерального закона... А зачем она нужна, если федеральный закона подписывает, что ее может не быть? Она просто избыточна, и непонятно, зачем председателю на себя все это переводить. Ну, ладно, это лирика. Просто, понимаете, если процедура будет сделана не так, как написано в регламенте, то, следовательно, это нужно расценивать как нарушение регламента. Даже там, вот, не написал, что по поручению председателя формально это будет нарушение регламента. И вполне работоспособных нормальных членов ОНК будут ставить на ситуацию формального неисполнения регламента, при всем том, что этот регламент со странными нормами... Ну, почему бы не написать там, прежде чем зайти в колонию, надо, я не знаю, присесть три раза. И сказать КУ. Сказать КУ. Ну, можно было так же написать. Вроде как бы это не ущемляет прав. Ну, это же не ущемляет прав. Кому... Что от этого изменится? Я правильно понимаю, что нарушение регламента некоторые последствия может повлечь для члена ОНК? То есть, вплоть до... В кодексе этики написано, что... В кодексе этики написано, что по поводу нарушения регламента обсуждает заседание ОНК, и на заседании может быть выданное предупреждение за неоднократные группы, то есть, холотайство в Общественную палату Российской Федерации, в Совет Общественной палаты об исключении. Угу. Вот. Но если по таким мелочным поводам полетят холотайства... В Москву? В Москву. И Совет Общественной палаты Российской Федерации вынужден будет разбираться вот во всем этом мелочном, там, ничего незначащем, избыточном и чем-то еще. Я не знаю, какие решения примет Совет Общественной палаты Российской Федерации, в чью пользу, в чью сторону. То есть, вот, ну, зачем сочинять то, что абсолютно ненужно, избыточно, и вредит, и навешивает на людей какие-то непонятные ярлыки, создает кучу суеты из ничего. Хорошо. Мы посмотрим, как будет развиваться эта история. Тем более, что нам обещали, что игра будет длинная, она только начинается. Ждем. Переходим к следующему вопросу. Администрация города на своем сайте опубликовала список мест, подобранных для установки памятника царской семье. Напомню, тема, значит, появилась несколько недель назад. О том, что в Кирове собирается поставить памятник Николаю II царской семье, сообщила, ну, вятская епархия. Памятник уже готов, практически и оплачен. Вот. Изначально говорилось, что появится он на набережной Грина, в районе Верной лестницы, но депутаты городской думы в конце мая отказались утверждать этот вопрос, хотя комиссия предварительно перед этим, в общем-то, одобрена его установкой. Илья Шульгин предложил провести публичное слушание. Ну, вот, собственно, к публичным слушаниям, которые будут проходить в следующий понедельник, вынесен предполагаемый перечень мест. Это у Федоровской церкви. Это, я напомню, там, стык набережной и улицы Роза-Люксембург, там, где была раньше капсула времени, вот сейчас поставлен храм. На территории Успенского монастыря, на территории парка имени Гагарина, возле филармонии, да, получается, территория Александровского сада, район пересечения улиц Ленина и Горбачева. Вот тут, я, честно говоря, вообще не очень понимаю, куда, потому что... Я так понимаю, что это в Овраге. В Овраге, да, получается, в Овраге за 40. Вот. И в районе пересечения улиц Профсоюзной и Казанской, это, видимо, прямо вот на входе на набережную, ну, вот где-то вот здесь. Там такая лужаечка зеленая с косом идет. Что скажете по поводу мест, во-первых? Ну... Какое вам больше нравится летом? Прежде чем разговаривать о местах, меня вообще как-то смущает история инициирования, там, вот этой скульптурной композиции. Ну, а почему нет? Ну, то есть, вдруг выяснилось, вдруг однажды, там, в один прекрасный день, выяснилось, что скульптура уже готова и дожидается отправки, а она уже оплачена некими... Благотворителями? ...меценатами, вот, и всего лишь осталось выбрать, куда ее даже нет. А изначально было, что, как бы, вот ее все поставят, то есть вот все, совершившийся факт. После недолгих пикировок в интернете, ну, вот сейчас предлагается, там, места на выбор. Не знаю. Мне кажется, прежде чем... Прежде чем ставить, там, ну, надо было как-то по-другому. То есть, во-первых, решать, надо или не надо. Вот, если надо, то потом уже изготавливать скульптуру, оплачивать ее, вот, если надо, то надо в каком месте, решать изначально. Вот, сейчас получается так, что очень жаль, кстати говоря, что память о невинно убиенных, да, вот, она как вот эта вот писаная торба, которую, раз уж она есть, ее вроде как бы выбросить жалко, да, и куда-то надо приткнуть. Вот, сейчас выбираются места, куда ее приткнуть. Ну, вот, ну, очень жаль, что вот происходит все в такой последовательности. Ну, может быть, люди просто предполагали, что будет примерно так же, как с памятником Дзержинскому. Я напомню, что его поставили во внутреннем дворике клуба ветеранов ФСБ, и тогда городская дума практически единогласно проголосовала за появление этого памятника в нашем городе. Говорилось о том, что место не публичное, что вам жалко, что ли? Пусть стоит, пусть стоит, он тоже уже готов. Здесь-то предлагаются места публичные, вот, и именно там с широким выходом людей к этим местам. И вот именно публичное пространство вдруг по чьей-то воле, там, размещение в публичном пространстве, ну, скажем так, идеологического, там, объекта, а это именно идеологическая, там, скульптурная композиция, которая, там, олицетворяет собой определенную, там, идеологию, философию, там, мировосприятие, вот. И цели-то установки этой скульптурной композиции, они такие дидактические, дидактическо-воспитательные. Вот именно весь вот этот вот морализаторский пафос, вот, мне кажется, чуть-чуть, не чуть-чуть, а во многом перегрет, и, ну, спокойнее надо, спокойнее. Хорошо, как надо, мы сейчас продолжим с Олегом Ткачевым, членом Общественной палаты Кировской области, руководителем Центра поддержки НКО Кировской области. Реклама, две минуты, и вернемся. Олег Ткачев, член Общественной палаты Кировской области. Мы продолжаем программу «Особые мнения». Меня зовут Анна Лапшина. Возвращаемся к памятнику Николаю II. Все-таки администрация опубликовала несколько мест, куда могут установить памятник, который уже готов и оплачен, насколько мы понимаем. Олег, вот из списка мест я все-таки предлагаю вам выбрать. Ну, я думаю, что вот район пересечения улицы Ленина и Горобачева, если это вот обраг Засора... Ну, то, что мы подумали, да, и зачем? Ну, да, то есть, ну, там было бы уместно, там и паломники собираются перед крестным ходом, вот, и саму территорию обрага давно уже пора как-то облагораживать. Мы имеем в виду тот обраг, который со стороны улицы Большевиков, вот ту часть обрага, да? Ну, да. Ну, там в ямке будет, его никто видеть не будет, этот памятник. Ну, проходя сверху по улице Ленина или по Горобачева, то есть это достаточно видно. Это ведь вопрос, как организовать. Ну, да, если там сделать общественную зону со скамеечками, то наверняка люди будут спускаться с удовольствием в Большем. Паломники там собираются дежегодно. Все будет уместно, вот, аккуратно. Так, а если будут предложены все-таки другие места, я так понимаю, что может быть, либо, вот, ну, общественный парк, да, Александровский сад, парк Гагарина? Ну, вот, знаете, я бы не это самое, не хотел бы, допустим, вот в каждом парке, вот, видеть по скульптурной композиции. То есть, их и так уже... Любой скульптурной композиции или вот именно идеологически окрашенной, так мы говорили? Идеологически окрашенной. Идеологически окрашенной. Вот, мне кажется, уже надо снижать градус давления на людей. На попытку их, там, во что-то переубедить, чего-то доказать. Вот, обязательно поставить, настоять на своем. Ну, это политические игры, и очень неприятно, что, там, религия начинает играть в политические игры. Там, и вся эта эпопея, там, со сбором подписей с непонятно кого, там, жителей, не жителей области. Ну, во время крестного хода собирали, там не спрашивали прописку, да. Подпишитесь, там, за установку. Вот, это использование политических, там, технологий. То есть, так поступают, там, пиарщики в период выборов. Вот, и это уже неприятно, это вызывает уже аллергию. Вот, и если так поступают люди, которые учатся у нас в нравственности и духовности, то это нивелирует их. То есть, я не убежден, что это люди не, там, высоконравственные, высокодуховные, а это просто, на мой взгляд, просто политтехнологи. Они используют только вот эти вот политические, там, рычаги, политические технологии. Олег, вы сомневаетесь или не сомневаетесь в том, что памятник в Кирове появится? Да, я не сомневаюсь, что он появится, если он уже оплачен. То есть, вопрос, где, ну, в принципе, мне кажется, было бы уместно, аккуратно. То есть, вот, овраг за ссором, овраг за ссором. Так, а если все-таки не он, то что еще? Ложиться на душу из списка мест раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь мест. Я не знаю, в остальных местах, мне кажется, это будет неуместно. Олег Ткачев, член Общественной палаты Кировской области. Мы ждем 18-го числа. Я, кстати, не спросила, вы пойдете на публичные служки? Или, может, предварительно как-то вот мне свое выскажете? Почему? Не хочу. Интересно. Ну, тратить свое время, там, обсуждая, там... Уже решенный вопрос? Да. Не самое существенное, там, для меня, и при этом уже решенные вопросы, ну, зачем? Ну, что ж, я надеюсь, что не все поступят так, как вы, а противники памятника, может быть, все-таки придут и выскажутся активно. Можно же через интернет это и сделать, в конце концов. Ладно, переходим к деятельности Центра поддержки некоммерческих организаций Кировской области. Насколько я понимаю, на следующей неделе вы проводите семинар для НКО Кировских, семинар, посвященный информационной безопасности. Да. 19 июня мы собираемся в обществе знания в час дня с тем, чтобы поговорить про информационную безопасность некоммерческих организаций и, там, сделать мастер-класс по созданию сайта некоммерческой организации. То есть у нас есть замечательные наши партнеры, это, там, сеть ресурсных центров НКО Привозка Федерального округа, и еще есть такая организация теплица социальных технологий, которые помогают совместить IT-технологии и социально-ориентированную деятельность для некоммерческих организаций, и объяснить, предложить технологии, помочь, разобраться. Почему информационная безопасность? Ну, вот те же там соцсети, ну, все, что происходит в IT-сфере, это, во-первых, очень интересно, это продуктивно, но, чем чаще мы это используем, тем это влечет определенные риски. Взломы аккаунтов, там, троллинг в сети, безопасная передача, там, чувствительной информации, там, просто защита от, там, хакерских каких-то атак, и, там, как сделать безопасный пароль, вот, с тем, чтобы не взломали ни, там, аккаунт социальной сети, ни переписку, там, не доставили. Ну, вот об этом будем говорить. У вас на семинар регистрироваться, насколько я понимаю, нужно будет, да? Ну, желательно зарегистрироваться, чтобы мы примерно понимали, там, сколько людей у нас будет на семинаре. Регистрация у нас есть на сайте ngo-kirov.ru. Ну, мы, в принципе, там, не выгоним никого, кто придет, там, в этот день, в час дня, в обществе знаний, 19 июня. Вы этот семинар организуете как-то вот, ну, в таком регулярном режиме? То есть, я знаю, что проходят у вас образовательные какие-то секции, или это что-то такое вот, ну, разовое? На эту тему мы пытаемся собраться именно в Кировской области первый раз. Вот, в других регионах, ну, я бы увидел, то есть, я понимаю прекрасно... Ужасная погода, лето, все простоженные. Я прекрасно понимаю, о чем можно поговорить с некоммерческими организациями, потому что вижу, невооруженным взглядом, видно у коллег, там, какие-то дыры в безопасности и потенциальные риски. То есть, и пароль это у нас слабый, и там, не пользуемся мы никакими средствами для того, чтобы как-то нас не взломали. Вот, об этом стоит говорить, тем более, там, в эпоху блокировок, в эпоху того, что люди начинают очень сильно интересоваться и задают вопросы, а что такое PGP, а что такое VPN, вот, а что такое Proxy Server, и как этим пользоваться? Вот, это тоже элементы безопасности, и об этом тоже будем говорить. Расписание семинаров в ближайшем времени, если что-то определилось с ним? Ну, сейчас лето, сейчас сложно, как бы, вот, с расписанием, я думаю, что ближе к осени более активнее будем проводить и обучающие мероприятия. Ну, темы, темы какие предполагаются? Темы, ну, то есть, традиционно темы по, там, организационному обеспечению, бухучет, юридическое сопровождение деятельности, я думаю, такие темы, мы такие темы регулярно с нашими партнерами пытаемся говорить. Вот, хотелось бы еще больше развить тему, там, присутствия, там, в интернете и распространения информации про свои полезные деятельности, там, в сети интернет. Ну, будем думать, будем формулировать, там, новую тему. Это все осенью. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки НКО Кировской области, член Общественной палаты Кировской области. Я хотела вас еще спросить вот о такой теме. Сегодня день рождения экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. В его Фейсбуке, на его страничке сейчас уже более 100 поздравлений с днем рождения. А издание Ньюслер, к сожалению, отмечает кировское издание Ньюслер, что не так много там людей, известных, облеченных там властью, именем, не знаю, каким-то общественным или иным статусом. Вот, и констатирует, что, видимо, люди боятся каким-то образом ассоциироваться с осужденным экс-губернатором. Вы что по этому поводу думаете? Вот, это такая ожидаемая позиция людей? Да, вы знаете, в принципе, это, ну как ожидаемо, то есть бояться, не бояться, это, ну, такие, ну, интерпретации. Люди устают от той информации, которая часто повторяется, от фамилий, от, когда ничего не происходит, люди устают. Люди перестают реагировать, где-то забывают, там, может быть, кто-то боится, может быть, кто-то не боится, может быть, кому-то уже, там, не знаю, эта тема надоела, то есть, это процесс, ну, почти естественный. Вот, хотелось бы вообще в день рождения Никите Юрьевичу пожелать здоровья, терпения, там, и силы, там, выдержать это испытание жизненное. А люди, ну, люди всегда люди, люди ведут себя так, как считают возможным для себя вести. Ну, я смотрю, вот, ваше пожелание, оно во многом совпадает с тем, что пишут на страничке Никиты Белых в Фейсбуке, ну, вот, в частности, тут Светлана Сорокина, я вижу, буквально, вот, из недавних пожеланий, да, тоже. Желает бодрости и уверенности, да, пережить, преодолеть все трудности и не потерять веру в людей. Будем надеяться на то, что все-таки, ну, какой-то, может быть, и самый хороший, конечно, опыт там из всего случившегося Никита Юрьевич вынесет для себя, да, из всей этой истории. Все-таки будем надеяться на то, что люди, которые были с ним, да, работали с ним вместе и, ну, не знаю, каким-то образом, может быть, пересекались, от него не отвернуться в результате всей этой истории, которая до сих пор вызывает там у многих, в том числе наших экспертов, вопросы. Мне в связи с этим просто, вот, мне нравится этот обучение социальных сетей. Поздравляю с днем рождения? Отмечаться. Отмечаться где-то там на страничке, там, в публичном выступе, а вот, смотрите, и я отметился. Ага. Вот, там... Нет, мы, конечно, допускаем, что огромное количество людей, может быть, написали Никите Белых письм какие-то и прочее, да, вот... Мне кажется, что... Личного характера, то, что не выносится в паблик. Да, вот по поводу, там, личных праздников, личных, там, каких-то событий, мне кажется, более корректно поздравлять как-то лично, вот, не обязательно показывать это на публику, что, вот, смотрите, я тоже тут. Присоединился. Да. То есть, кому это необходимо, ну, пусть поступают так. Кому это не необходимо, пусть поступают иначе. Хорошо, ну, я просто надеюсь, что все пожелания там и через интернет, это-то уж точно, и те, которые были направлены лично, до Никиты Белых дойдут, потому что не очень понятно, собственно, где он сейчас находится. То есть, информация о том, что его должны копировать, она периодически появляется, но, тем не менее, никакой конкретики до сих пор нет. Олег Ткачев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области, член общественной палаты региональной, был в нашем эфире со своим особым мнением. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.